Накануне в городе Надбугом состоялась пресс-конференция. На вопросы ее участников отвечал директор Полесского аграрно-экологического института Национальной академии наук Беларуси Николай Михальчук. Тема встречи – состояние окружающей среды. В центре внимания две территории около Белоозерска, рядом с предприятием Битсплав и возле Бреста в непосредственной близости к строящемуся заводу iPower. К примеру, в Березовском районе специалистами института и представителями инициативных групп был отобран не один десяток проб почвы. Ее проверкой занимались в нескольких лабораториях. Территория в границах санитарно-защитной зоны предприятия Битсплав в Белоозерске и прилегающих территориях в геохимическом плане изучена чрезвычайно тщательно. В общей сложности там уже заложено свыше 40 пробных площадок, на которых отобраны образцы почв и проанализированы в нескольких лабораториях. Все проведенные анализы показывают, что подавляющее большинство проб демонстрируют содержание свинца в пределах фоновых значений. Фоновые значения для условий юго-запада Беларуси составляют от 5,6 до 6 мг на килограмм почвы. Летом институт заключил договор с СЭС Брест на проведение мероприятий по мониторингу за состоянием окружающей среды на площадке Аэропорт, там, где сегодня ведется строительство завода АйПауэр. Отобрано 60 проб почвы и еще 30 растительности. Большая часть уже обработаны. С появлением снега специалисты планируют отобрать еще порядка 15 образцов для исследования. Цифры колеблются от 2,8 мг на килограмм до 11,5 мг на килограмм на торфянистых почвах, прилегающих к трассе на Козловичах. В санитарно-защитной зоне эти цифры изменяются от 3,6 до 6,8 в той точке, которая наиболее приближена к автомагистрали Брест-Москва. Договор на проведение исследований между институтом и СЭС оканчивается в 2019 году, однако руководители научного учреждения надеются на продолжение сотрудничества, чтобы у брещан была возможность отслеживать актуальную информацию о состоянии окружающей среды. К слову, предельная допустимая концентрация свинца в почве для Беларуси – 32 мг на килограмм. Для примера, в Канаде – 70, в Австрии – 120. Я думаю, что руководство свободной экономической зоны сдержит свое обещание пролонгировать или заключить новый договор на проведение мониторинговых исследований почв уже в 2019 году, после фактического начала работы этого предприятия. Но я не думаю, что год работы этого предприятия серьезно повлияет на геохимическую обстановку. Думаю, через пять лет мы будем находиться на уровне близких к фоновым значениям.